Друзья, всем привет! Вот уже, наверное, последние несколько дней на нашем канале идут обзоры орхидеи, которые мы вместе с вами сажали в неорганические грунты, в такие, как в чистый керамзит, в чистое пеностекло, с добавлением перлита, коры, серамиса. И вот, друзья, под одним из видео одна из спорщиц начала спорить со мной, зрительниц нашего канала, в котором я показывал, как чувствуют себя орхидеички, точнее, несколько орхидеек, посаженные в керамзит. Спор зашел о том, что орхидеи не могут расти в органических грунтах, что они обязаны расти в коре. Кора, почему? Потому что фаленопсисы – это орхидеи, которые растут на деревьях, а у деревьев кора. Соответственно, кора – это лучшая среда прорастания и роста орхидеи. Конечно, друзья, с такой логикой сложно спорить, но спорщицы не остановились на комментариях в Ютубе, а начали писать мне опять ВКонтакте, доказывая, что во всех остальных грунтах у орхидеи гниют корни. И, прочитав, кстати, одну из, скажем, криков души одной из зрительниц нашего канала, которая посадила орхидею в керамзит, и некоторые из корешков стали у нее умирать, и она стала говорить, что корни гниют. На что я ответил, что корни, возможно, цикл жизненный их подошел к концу, и они просто стали отмирать. И вот, друзья, сегодня я хочу показать орхидею, которая у нас появилась на канале 256 дней назад. Мы ее купили вместе с вами в оценочном магазине специально для эксперимента, и хотели выбрать какой-то экспериментальный грунт для нее, но на тот момент у нас, по-моему, пеностекло еще не пришло. Я покупал, которое в интернет-магазине, потом у нас не подошло какого-то подходящего горшка, и мы приняли решение эту орхидею ради эксперимента вообще оставить без какого-либо грунта и посмотреть, как себя будет вести орхидея, находясь с открытой корневой системой. И вот 256 дней назад, а это сколько получается? Почти 9 месяцев, да, 8,5 месяцев эта орхидея у нас находится без какого-либо грунта, и раз в месяц мы на нее смотрим. И вот как раз сегодня подошло время сделать очередной ежемесячный обзор этой орхидеи, и на примере ее корневой системы разобраться, гниют ли корни орхидеи, или просто они подходят к конец жизненного цикла, и они отмирают, независимо в каком грунте находится эта орхидея в коре, в керамзите, в пеностекле, или вообще без какого-либо грунта. И вот она, это наша с вами красавица, вот в таком вот сиреневом кашпо, кто смотрит постоянно про эту орхидею видео раз в месяц, помнит, что эта орхидея у нас еще несколько месяцев назад была в зелененьком кашпо, и мы ее переместили вот в такое вот кашпо побольше. А между тем, три месяца назад, друзья, при съемке очередного видео этой орхидеи, она у меня упала, я хотел ее достать, и она зацепилась резоидами за стеночки, горшка прилипла, она упала, обломила вот этот вот листик, повредила вот этот листочек, который всю зиму отрастал, и я, вот видите, вот эти вот шрамы, следы закапал перекисью водорода, и посмотрите, как все прекрасно зарубцевалось, остались лишь только шрамики, следы того моего рукожопства, друзья. И вот с того момента, три месяца назад, я принял решение вообще эту орхидею не доставать из капшпо, а просто вот ее показывать, как она вот сидит. Кстати, пыль на листьях орхидеи, кто-то из подписчиков в прошлом видео увидел у меня пузыречек, баночку, привезенную из Индию, пилюли для памяти, спросил, что, Георгий, не протираешь пыль, видать не помогают индийские пилюли. Да, друзья, вот эта баночка, брахми, специальные индийские пилюли для улучшения памяти, в котором у меня вот такой кактус наращивает корни, и кто-то из других зрителей сказал, Георгий, это не кактус, это саккулент, как-то там его назвал, они не могут наращивать корни, стоя в баночке с водой. Вот, пользуясь случаем, хочу вам показать такие же отростки, обломанные, точнее, обломанные мною, поставленные, видите, на дно водичку налил, в баночку обычную, и у меня они спреспокойненько наращивают свои корешочки. И так я делаю, друзья, уже 150 лет, уже десятки таких отростков я вырастил, нарастил корневую систему, пересадил, и уже у меня их много, если будет интересно, покажу в одном из видео, и я уже близким знакомым друзьям праздарил эти кактусы, точнее, прошу прощения, саккуленты. Ну, друзья, давайте вернемся к нашей с вами орхидее, и посмотрим вот на этот торчащий, одинокий тополь на плющихе, точнее, корень, который в одном из видео три месяца назад коснулся стеночки, потом еще через месяц вдоль стенки пророс, и вот за последний месяц, помните, в последнем видео он дорос до края горшка, и вот сейчас за этот месяц уже на 4-5 сантиметров поверх горшка отрос. И вот такая вот корневая система у нашей с вами орхидеечки, вот эти вот, видите, коричневые, светло-бежевые корни, это те самые корни, которые мы достали, они были зеленые, мы с этими корнями достали эту орхидею из горшка покупного, и поместили вот в это вот, в кашпо, в прозрачное, обычное, и со временем, вот за 8 месяцев, эти корни, видите, они отмерли, то есть они не сгнили, здесь гнить нечего, здесь не сыро, здесь нету контакта с другим грунтом, они просто отмерли, видите, на смену этим корням начинают отрастать новые, да и эти, друзья, корешки, они на кончиках зеленые, вот появляются новые воздушные корни, и у фаленопсисов, видите, как автомат, как конвейер, одни корни отмирают, другие появляются, то есть эта орхидея, друзья, у нас находится не в коре, не в керамзите, ни в чем, и при этом, тоже те корни, с которыми мы ее купили, они отмерли, а за это время, друзья, она успела нарастить, посмотрите, какой пучок новых, зеленых, сочных корней, вот такую вот корневую систему, уже приспособленных, видите, кончиками опускается орхидея в воду, приспособленных к новой среде, вот здесь, кстати, хороший пример, как резоидами, она прилепилась к стенке горшка, очень интересное, красивое, друзья, зрелище, и вот, друзья, это такой пример, как орхидея, отращивает новую корневую систему, и при которой новые корни, они адаптируются, уже к окружающей среде, в которой они отрастают, и при этом, друзья, все равно, жизненный цикл корней, который длится, хочу еще раз напомнить, у фалинопсисов, от 6 месяцев, максимум до 2,5, прямо вот в единичных, исключительных случаях, до 3 лет, все равно, орхидеи корней отмирают, точно так же, как и листья, которые новые растут, старые отмирают, желтеют, теряют тургор, и так, друзья, конвейер такой до бесконечности, и причем, это вот и дает возможность, фалинопсисам, друзья, жить не 5, не 7, не 10 лет, а есть экземпляры, которые, вот в Лондоне, к примеру, в Москве, экземпляры, которым более 100 лет, и на вид, когда их показывают, вносят на люди, на люди показывают, а как будто бы, они вот прям молоденькие, а почему, а потому что, у орхидеи, так заложено, у фалинопсиса, постоянная смена корней, и листьев, поэтому, если где-то у вас корешок, какой-то, при, точнее, после пересадки, вот так вот, сморщился, пожелтел, или стал коричневым, бежевым, в общем, такими вот, одним словом, умер корешок, это не говорит о том, что орхидея умирает, это обычные друзья, вполне возможно, обычные явления, пришел жизненный цикл, конец жизненного цикла корешка, и он просто отмирает, если при этом, у орхидеи, растет новая корневая система, то беспокоиться, просто, не к чему, и вот, наша вот эта с вами, орхидея, она тоже, как бы, доказывает, и показывает, что даже без грунта, корней, кто бы, вот, из новичков, увидел и сказал, ой, корни тоже гниют, нет, друзья, они не гниют, они просто отмирают, приходит конец жизненному циклу, и они отмирают, и вот, друзья, вот в таком вот состоянии, уже 8,5 месяцев, наша с вами орхидеечка, и корневая растет, и листья за это время у нее отросли, это вот уже, в середочке, третий листочек, который вырос, единственное, что вот, один я сломал, а второй чуть не сломал, и это вот третий целенький, в серединке листочек растет, а этот листик у нее был, вот этим вот надломышем в середине, поперек, точнее вдоль, это вот, либо от перелива воды, либо от перекорма, вот такая вот, друзья, орхидеечка, у нас на канале, которая 8,5 месяцев находится, с открытой корневой системой, что и как мы поступим с ней, я не знаю, покажет время, но между тем, хочу сказать, что у нас еще есть орхидеи, которая цветет, которую мы еще месяцем ранее, отделили от материнского растения, от материнского цветоноса, и оставили ее тоже в открытую, в настоящее время, она у нас заканчивает свое цветение, и готовится к сушке, для того, чтобы я ее отправил, ее хозяйки, новой хозяйки, мы ее подсушиваем, и как я ее буду отправлять, как я буду ее упаковывать, и как я делаю подсушку орхидеи перед отправкой по почте, это я тоже покажу отдельным видео, и подробно расскажу, как эта орхидея у нас все это время тоже жила, с открытой корневой системой, которая уже получается 9 с лишним месяцев росла без грунта, и прекрасно себя чувствует. В общем, друзья, еще раз хочу сказать, что фаленопсисы, они не обязательно должны расти в коре, они могут расти во всем, в чем угодно, в органике, в неорганике, и даже вообще без какого-либо грунта, главное, это обеспечить соответствующий уход корневой системе, и самой орхидеи, а самых главных три условия, это свет, влага, и температурный режим, все остальное, друзья, орхидея подстроится, и будет нас радовать своим цветением пышным, ну, у кого-то, может быть, не пышным, вот таким вот скромным, как у меня, но это лишь только потому, что я очень-очень ленивый. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, и до встречи в следующем видео. А ссылочка вот здесь вверху, на плейлист, в котором полностью собраны все видео, про эту орхидею, орхидею, которая растет у нас без грунтов, и ссылочка будет в описании под этим видео. Кто скептически относится, пройдите, посмотрите, и удостоверьтесь, что у этой истории, точнее, у этой орхидеи, есть предыстория, длиною почти в 9 месяцев. Всем пока, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok